привет друзья это двое на кухне читая кота я борис волков и в гостях у нас сегодня актриса телеведущая и замечательный любимый наш человек юлия высоцкая или очень рад вас принимать у нас на кухне кухня же для вас вообще родное место я думаю вообще кухня для человека родное место кухня это вообще сердце дома и поэтому кухня не может быть не родная поэтому я так я не думаю что в этом смысле есть исключение мне очень приятно с вами вот сегодня находиться юлия высоцкая актриса по рецептам который готовит вся страна карте юлия высоцкой умеет вдохновить и влюбить в еду кого угодно своей программы едим дома она доказала что изысканный вкусно можно есть не только в ресторанах программа едим дома вышла в эфир в 2003 году с тех пор юлия издала множество добрых красивых кулинарных книг организовала кулинарную социальную сеть едим дома гастрономические студии с мастер-классами гастротуры в разные страны мира 2015 году открыла ресторан юлина кухня где меню построена на ее рецептор помимо всего этого юлия высоцкая главный редактор журнала хлеб-соль ведущий еще одной программы завтрак с юлией высоцкой несмотря на все достижения юлия во первых не относится к себе слишком серьезно а во вторых параллельно с кулинарно-просветительской деятельностью продолжает играть в театре и кино свою первую роль в кино причем сразу главную юлия высоцкая сыграла в 1992 году в фильме пойти не вернуться 96 году на кинотабре юлия высоцкая встретила андрея сергеевича кончаловского и в будущем стала его женой и музык юлия снялась фильмах режиссера кончаловского дом дураков лев зимой глянец и других также юлия высоцкая играет главные роли в театре имени массовета в знаменитых чеховских спектаклях кончаловского дядя ваня три сестры и уже репетирует вишневый сад который станет премьерой 2015 года и завершить трилогию юлия высоцкая говорит на английском французском и итальянском языках на последнем 2014 году она сыграла спектакль иди в колонии в италии в самом старом действующем театре в европе театре олимпико веченце у вас же сейчас открылся наконец-то новый ресторан юлина кухня до когда была новость о том что вот откроется новый ресторан ваш там в комментариях предлагали его назвать вы же размышляли тогда еще название в комментариях я запомнил предлагали назвать высоцкая кухня ну это такая игра слов вообще мне кажется слова кухня она такой она хорошая ресторана и просто и для программы вообще хорошее слово просто хотелось чтобы было ну не было ошибочных ассоциаций чтобы было понятно что все таки это вот та самая просто очень много и правда людей там программа существует больше 11 лет уже книжки всякие выходят и все время терзать но когда же можно попробовать то именно ваше вот вы все показываете рассказываете издаете и все это очень интересно но где съесть то и все-таки мы решили сделать так что действительно все это можно было съесть у нас мы будем например делать печь печенье на вы нас делать конфеты домашние гранолу в красивых банках так чтобы люди могли не только дома съесть но и нести домой кусочек нашей кухни смотри чтобы ой что получилось что получилось получилось волшебство вот это вот в сливочном соусе с нежными креветками под сырной корочкой мама и зайчик между прочим тоже кролик который он готов смотри вот как хорошо выкипел наш соус одно из главных достижений вот именно едим дома и вот всего что вы делаете именно в том что все эти проекты они доказывают что можно есть красиво очень вкусно обычную какую-то домашнюю еду вы знаете сейчас мне кажется просто же дело в том что вообще тенденция последних лет она такая мировая мы мы к ней сейчас приходим но мы приходим тоже через свое такое советское прошлое через нашу любовь к котлеткам к форшмаку вот это вот но в принципе тенденция и ресторанная в том числе что еда должна быть простая но сделано вкусно то есть когда я говорю вкус там рестораторы или повара не любят слово вкусно но это правда потому что вкус это такое очень субъективное понятие кому-то так кому-то так привлекательно я бы сказал наверное аппетитно то есть должно быть сочно должно быть ярко а еда должна быть простая то есть она должна быть понятная вот это то самое напряжение которое человек испытывает при посещении ресторана высокой кухни она не подходит для ежедневного это вот опять как то оперное искусство да и и хорошая популярная музыка ведь одно другого не исключает но согласитесь там опера действительно это не искусство на каждый день если ты не там оперный певец или или валерий гергиев получается вот такая густая красивая прекрасная заправка добавляем ее в салат перемешиваем еще разок потом соль перец добавляем по вкусу между прочим такой салат чем дольше постоит тему вкуснее будет то есть вы можете даже с этим с собой на работу а не только им позавтракать красота приятного аппетита у меня друг говорит вот у него есть список продуктов которые он называет божественные он их называет прям божественные там входит виноград перец еще что-то но от его божественно он считает что это все божественное начало у них выраженный ярко у вас есть такие какие-то любимый какой-то вот набор продуктов просто вот любимые вещи которые вы я по-другому за ней спасатели да у меня есть спасатели у меня есть обязательно замороженные ягоды в морозилке у меня есть обязательно очень хорошее сливочное масло должна быть селедка или там съемка какая-нибудь малосоленая обязательно шоколад черный и бутылка шампанского вот это вот мы когда когда вот это все есть в холодильнике ну потом мой кофе мой чай и все все жизнь в жизнь в любой день в любую погоду прекрасно господи да когда есть бутылка шампанского может и без замороженных ягод обойтись смотрите лучшие повара в мире мужчины но при этом все любят еду именно своих мам и бабушек вот как же так получается почему папки то мало готовят недавно кто-то очень красиво сказал там я общалась с одним психологом он сказал вообще если если в доме есть женщина то есть дом дом без женщин не существует как бы вы не были успешным какая бы у вас не была там невероятная зарплата и пентхаус и восемь тайских девушек которые убирают гладят их не видно не слышно и умеют приготовить любой каприз и выжимать там свежескошенную траву по утрам в этом в этом доме не будет жизни то же самое вот с едой понимаете женщина она вообще щедрая она делится вот то есть вот это распространение любви мужчина он гораздо более закрыт именно поэтому композиторское искусство архитектура это искусство очень четкой формы она не растекается женская и эмоциональность и вообще вот это вот дар жизни которая она в состоянии как бы вот это ее предназначение произвести на свет это как раз вот именно то что невозможно вот в четкую форму заключить и поэтому когда речь идет ну грубо говоря о коммерции да когда кулинария уже становится предметом продажи тогда имеет место секреты мужчины молчат не рассказывают ничего шпионы штирлис был мужчина это имеет место к тому вы к точности да вот как мужчины тоже говорят когда мы делаем десерт должно быть семьдесят восемь граммов сахарной пудры я все сыплю восемьдесят ну как это семьдесят восемь если я вот читаю рецепт но это не имеет никакой или просто на глаз поэтому здесь вот уже мужчина он склонен больше к но к математическому восприятию всего в том числе кулинарии женщина она склонна к эмоциональному восприятию но наверняка вы слышали там если у вас бабушка или то мама готовит что нельзя с плохим настроением делать тесто нельзя что был сквозняк нельзя повышать голос хлоп ну что это серьезно что ли ну вот ну правда я думаю что повар вот тот который у которого три мишляновские звезды он скажет нет 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 не должно быть температуру воды которые вы добавляете 37 и 8 а должна быть температура не пошел они что прекрасно готовят чудесно есть трепетные которые дрожат но почему у них все есть те которые включают классическую музыку на кухне потому что они абсолютно убеждены что молекула по-другому заряжается но подход во всем все равно другой вот это математический но это не значит что в этом нет творчество абсолютное творчество и изобретение и изобретение своих секретов но вот вся эта молекулярная кухня это это все огромное творчество но это творчество на уровне молекул это не творчество на уровне там сердца живота понимаете и всех остальных органов это это не на уровне любви это любви уже как к себе как художнику такая эгоистичная любовь он все равно Ну, как бы себя показывает. А может, любовь к искусству, нет? К искусству, да. Ну, вот я думаю, что когда ваша бабушка там делает пирожки, это тоже любовь к искусству. То есть она же не просто налепит вот такие вот. Она сделает так, чтобы это было... Любовь к камню их дедушки. Ну, значит, к искусству взращивания жизни. То есть я думаю, что здесь просто вот как бы очень... Тоже я сказал, не надо смешивать мужчину и женщину. Это два разных животных. Но это не может. Но не могут. Вот они одинаково и воспринимать мир, и одинаково готовить не могут. Мы с тобой... Ой, как пахнет чудесно. Немножко соли, кстати, все равно не помешает. Ветчина немного соленая, да и сыр солоноват. Но чуть-чуть соли для вкуса и чуть-чуть перца. Мне тоже хочется добавить. Ты знаешь, можно добавить каких-нибудь травок. Но я не знаю, сухой розмарин будет чудесно работать здесь. Любое то, что тебе по вкусу. И есть же такие, знаешь, иногда у меня бывает любовь к приправам. Вот какую-нибудь как влюблюсь к кориандр, так и сыплю везде кориандр. Тоже можно из толочка кориандра немножко добавить. Вы сказали, искусство взращивания жизни. Я про себя подумал, живота. И не случайно живот, а раньше жизнь, да, обозначало слово? Ну, я не знаю, я думаю, что это не обязательно. Это неправильное. Я думаю, что можно много есть и любить, есть и не обязательно при этом поправляться. Да я шучу. Понятное дело, это выбор человека. Ты хочешь вкусно поел, потом ты просто, чтобы держать себя в форме, ты делаешь что-то другое. Ну, или съедаешь чуть поменьше. Хотя вот тут уже включается, конечно, объем. Это вот самое главное, на самом деле, не что, а сколько. Вот когда люди говорят, я не ем вообще хлеба, я не ем жирного, я не ем мучного, сладкого. Это ерунда. Надо есть все, но чуть-чуть. Мы вот сейчас заговорили об искусстве, да, вот кулинарном, так или иначе, об искусстве. Я очень хотел спросить у вас про, вы сыграли в спектакле «Иди в колонии», в Веченце, на итальянском языке, в театре Олимпико, который считается, по-моему, самым старым. Самый старый европейский крытый театр, да? Да, да, нет, который функционирует, в котором до сих пор проходит спектакль. И открывался же он как раз этим спектаклем в 1585 году. Да, да, да. Вот. И как вот ощущение от того, чтобы сыграть на таком вообще легендарном совершенно театре, который очень похож на цирк? Вот это вот, он очень похож на цирк. Ну, все театры тогда строились, да, амфитеатры, да. И это побуждает на какие-то размышления о сути актерства. Вот это же оттуда все. Ну, в данном случае, если быть честной и искренней, это все-таки скорее музей. И там очень много чего нельзя. Я читал, вот это вообще меня поразило. Нельзя выпить воды, облокотиться на колонну. Ничего нельзя. Более того, у меня случился приступ аллергии, потому что там очень много пыли, и все это чистят очень аккуратно. И у меня случился прямо на сцене приступ аллергии, и мне пожарник только мог, имел право притащить воды. И потом, знаете, акустика от того, что там, ну, было построено так, что люди в основном вещали и разговаривали вот так, и театр был все-таки другой формально. Никто не ожидал, что ты выйдешь и будешь вот так общаться и как бы таким образом решать проблемы и дипы, и антигоны. То акустика не очень продумана, и приходилось, ну, тут в этом смысле находить прямо точки, где ты можешь звучать. Это было сложно. Но с другой стороны, конечно, вот эта магия, она особенно, когда зрители наполнили зрительный зал, вот эти ступени деревянные, ну, ходящие вверх. И, конечно, это абсолютно, это ощущение, которое ты не можешь испытать в современном театре, там, это, конечно, божественно, это магия. Нисколько не... Преуменьшая, там, заслуги и все остальное театром и совета, но я думаю, что сравнивать это очень сложно. Ну, это сложно. Но потом, понимаете, все-таки действительно, и тут еще сам по себе греческая трагедия, итальянская труппа в основном, вообще подход весь этот, это все очень другое. Мы обычно, там, артисты говорят, любят, ну, говорить, что кино, театр, телевидение – это три разные профессии. Тут можно сказать, что вот даже европейский театр и наш театр, ну, безусловно, правда есть правда, чувство есть чувство, но все равно это очень, это другие условия работы. Ты должен принимать условия игры, такие, в которых тебе... Это неудобные условия игры, скажем так. Ну, и партнеры. Во-первых, каково было на итальянском играть? Причем еще и, ну, софокло, да? На секундочку. Вот. А второе, вот как играют итальянские актеры, вот театральные, как это отличается от наших? Ну, во-первых, что в них прекрасно, вообще в Европе люди умеют работать. Они всегда на площадке даже, даже артисты, они испытывают удовольствие, что они находятся на площадке. Репетиция раз за разом, прогон за прогоном – это все-таки требует определенных таких усилий выматывающих. И итальянские артисты в этом смысле очень дисциплинированы. Вот сколько нужно, столько и на 120% это будут делать. Другое дело, что школа отличается, школа более формальна. Им легче делать комедию, им легче веселиться, им легче запомнить все движения и протанцевать свою роль. И это никак не связано с темпераментом, это связано именно с школой. Нет, это именно со школой. Но это именно еще, вы знаете, мне кажется, что тут еще вообще европейская система существования гуманистическая вот в целом. То есть люди ведут себя иначе. Даже когда у них на улице случаются конфликты, конфликты редко доходят до мордобоя. Это всегда выяснение отношений. Но даже если это очень человек раздражен, то он редко позволит тебе повысить голос или перестать улыбаться. Я однажды видела на парковке, две женщины столкнулись, и как одна другая говорила, ты была не права. А вторая говорила, я? Что ты сделала? Серьезно, то есть это можно было снимать в кино. То есть там такой энергетический возникал просто вот этот вот вулкан-вихрь, а выглядело все очень сдержанно. Притом это не скандинавы, это итальянцы. То есть я представляю, что она дома, как она била потом тарелки и объясняла своим вот так вот, что это вот такая. Но там она очень сдержанная все, потому что смотрит, потому что вообще потерять лицо для европейца, это, конечно, мы в этом смысле еще очень невинны, наивны. Среди людей штатских вообще так много людей, невоспитанных, нелюбезных. А меня волнует, оскорбляет грубость. Я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок, недостаточно мягок, любезен. А сейчас же вы репетируете «Вишневый сад». Да, репетиции начались, да. С Андреем Сергеевичем Кончаловским, и это получается четвертая уже чеховская его вещь. Ну, я так понимаю, что «Чайка» она стоит немножко особняком, да? Да, «Чайка» это особняком все-таки, да, идея о трилогии возникла именно с «Дяди Вани», начиная с «Дяди Вани». Да, «Дяди Вани», «Три сестры», вы во всех спектаклях этих сыграли, и вот «Вишневый сад». Вот так или иначе такая жизнь в Чехове, вот что она вам дала, вот что для вас самое важное в Чехове? Ну, вы знаете, я не отвечу на вопрос, что самое важное в Чехове. Я, наверное, это так, я не знаю. Мне кажется, что это такой автор, про которого нельзя как-то так вот однозначно сказать. Я бесконечно удивляюсь, потому что для меня с каждым выходом на площадку, на сцену, на репетиции открываются новые планы. Я не понимаю, как человек, прожив такую недолгую жизнь, человек, не имевший детей, допустим, человек, не имевший, ну, по большому счету, счастливой любви, потому что все его романы и все его женские истории, они были такими несколько, все равно, как бы, там, в общем, не было такого, какого-то музы. И, тем не менее, вот эта пронзительность, которой он знает все про женскую душу, ну, я могу только про женскую душу говорить, про какую-то, действительно, тщетность, ничтожество, и в то же время про ту божественную надежду и какие-то такие... Ну, это только объясняется тем, что кроме нас, наверное, что-то еще есть, и некоторым дано это как-то транслировать для остальных, и тогда жить не так тяжело. А мы, дядя Ваня, будем жить, проживем длинный-длинный ряд дней и долгих вечеров, будем терпеливо стасить испытания, какие пошлет нам судьба, будет трудиться для других и теперь, и в старости не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем. Гений, и ведь важно еще, как его, очень важен режиссер, да, и как его ставит Андрей Сергеевич Кончаловский, потому что и Павел Деревянко, и Юлия Пересильд, которые были у нас на кухне, а они были под таким впечатлением, что они говорили, что как-то вот они, Чеховы проходят везде и всегда, в театральных вузах его разбирают, там, разборы эти классические, сколько угодно, но они что-то совсем новое, они говорили, что вот что-то это совсем мы по-другому его увидели, Чехова. Ну, мне кажется, действительно, у Андрея Сергеевича есть удивительная такая способность находить правду именно потому, что он погружается в характер. Он не пытается придумать невероятно эффектную мизансцену или невероятно эффектную сценографию, какие-то костюмы, то есть вот создать вот эту такую атмосферу, да, то есть вот либо давайте все сделаем красиво, либо давайте испугаем зрителей, либо сделаем как-то мрачно, и вот музыка звучит или современно, а мы сейчас оденем всех там в короткие юбки или там в черно-белые костюмы. Его интересует вот как он вчитывается в автора, потому что для меня, например, Чайка главное это то, что ты с первого появления Треплева понимаешь, почему он застрелился потом в конце, ну, сейчас я говорю о тех людях, которые знают пьесу, а когда ты, а даже если ты не знаешь пьесу, ты вдруг понимаешь, что этот мальчик такой нервный, и ты все видишь, то есть кажется, ну, а как иначе может быть? Ну, конечно, когда такая мать, которой никогда до сына нет дела, и такой нервный, возбуждающийся, легко талантливый ребенок не находит любви и понимания, то вот да, вот поэтому он стреляется. Или точно так же, как дядя Ваня, ну, не может человек серьезно, прожив там 20 лет в усадьбе, говорить, из меня у получился Шопенгауэр или Достоевский. Ну, если он говорит о серьезном, значит, он ненормальный. То есть это вот эти вот решения, погружение режиссера, прочтение именно характера, оно, мне кажется, вот самое есть новаторство главное. Вот самое есть главное, что, и зрители выходят, самое смешное, когда говорят, это классическое прочтение Чехова. Ну, конечно, классическое, когда деревянка бегает и похож на Чарли Чаплина. Ну, куда более классическое, может быть, просто. Нет, может быть, знаете, почему говорят классическое? Потому что так или иначе, вот есть такое выражение русский психологический театр, да, что вот то, о чем вы говорили, это очень важная составляющая, это психология, это психологизм очень сильный. Андрей Сергеевич требует... Работа со смыслом и с психологией. Ну, смысла даже, я думаю, что нет, Андрей Сергеевич, наверное, добивается через артиста воздействия на зал эмоционального. И поэтому здесь он, конечно, требует на разрыв аорты. То есть это все, это вообще не сделаешь никогда в полшага. Это всегда, и вот поэтому там, ну, когда мы сыграли в Лондоне, там вот у нас были эти гастроли, и несколько спектаклей, мы играли, там, дядя Ваня, три сестры в один день, несколько раз такие были эксперименты. И поверьте, это было даже не просто зрителю, потому что интенсивность, чувственная, которая выливается в зал, она все-таки требует работы внутренней. Вот поэтому сопереживание, это же тоже, понимаете, такой труд. Все наши страдания, все зло земной подойдет, милосердие, которое наполнит собой весь мир. И наша жизнь станет тихой, нежной, сладкой, как ласка. Я верую, верую. Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь. Ты не знал своей жизни разницу. Погоди, дядя Ваня, погоди. Мы отдохнем. Мы отдохнем. Мы отдохнем. Какое чувство сыграть вот таких два спектакля после этого? Что чувствуешь? Хочу шампанского. Нет, ну я просто думаю, что действительно, ну есть определенная, ну пустота, конечно, есть определенные, ты не можешь спать вообще, не можешь есть. Ну надо либо продолжать сидеть, говорить, причем говорить нужно обязательно о спектакле. Не получается так, что ты говоришь, невозможно расстаться с партнерами. Ну то есть, или мне повезло, я не могу расстаться с режиссером. Ну просто физически не могу. Поэтому происходит, нужно обязательно проанализировать, все проговорить, чтобы это тебя отпустило. Потому что если не проговоришь, то ты будешь находиться все время вот в этом. Ты будешь без конца, тут надо было так, там так, а тут, а это почему так? Это надо оставить и не забыть. То есть это бесконечно идет такая работа. И чтобы она на какой-то момент остановилась, ну вот нужен такой, такая помощь психологическая друг другу нужно оказать. А вот взаимодействие с залом во время игры, например, в Лондоне, вот оно отличается от взаимодействия с залом вот в Москве? То есть зал иначе как-то реагирует? Ты его иначе чувствуешь, как артист? Или вот таких отличий нет? В Лондоне все-таки это скорее ты осторожно, ты щупаешь, как они тебя слышат, слушают ли, интересно ли им, не скучно. Ну а потом, конечно, на 3-4 спектакль уже по-другому. Но везде публика. Мы играли в Неаполе, мы играли в Милане, в Венеции. Публика везде, в Тель-Авиве, везде разная. Она везде другая, и ты, конечно, в какой-то момент, ты не можешь играть. Мы каждый раз отыграли, там, первый кусочек 5 минут, ну как, ну что, ну что, что-то тихо сидят. Да не, они слушают хорошо. То есть это все время идет такое свирение друг с другом, такие камертоны настраиваются, и потом, что-то, мне кажется, мы затянули, давайте, давайте, ребята, как-то все. А потом Андрей Сергеевич приходит, вы куда гоните, так все хорошо начали, а сейчас понеслись куда-то. Потом очень помогает, конечно, то, что Кончаловский на каждом спектакле присутствует. С одной стороны, это и дисциплинирует артистов, ну, то есть, а с другой стороны, это тоже камертон. Это вот такая вот обратная связь. Публика, понимаете, публика – это публика, они пришли-ушли. А мы были вчера в спектакле, сегодня и будем завтра. У вас есть видеоблог, который, условно говоря, можно назвать «Правила жизни», да? «Правила жизни Юлии Высоцкой», потому что вы там рассказываете, ну, свои размышления о дружбе, об одиночестве, о разных таких вещах. Вот. Есть какое-то вот такое главное правило жизни, вот ключевое, на ваш взгляд? Да нет, наверное, вы знаете, в любом, ну, как бы можно размышлять, и жизнь меняется, и правила меняются в связи с этим. И я думаю, что, наверное, это вот тоже одно из правил. Ну, надо чувствовать и себя, и жизнь, и не бояться изменяться, быть как можно меньше закостеневшим вот в каком-то, в том или ином состоянии. Будь то состояние счастья или несчастья. Но, наверное, все-таки самое главное такое из всех возможных озвученных правил – это жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе не сделать всевозможные ошибки. Наверное, это такое вот, или, ну, или там сегодня первый день остатка твоей жизни, что-нибудь в этом духе, чтобы как-то себя взбодрить, наверное. А так, не знаю, так нету, нету у меня. Вообще, понимаете, говорить можно много, и вот так вот с вами, особенно, когда говоришь с приятным собеседником, возникают такие красивые мысли, и, как бы, они вроде звучат логично, а завтра утром проснешься, и уже никакой кофе не поможет, и бежать не хочется, и опять нужно новые правила изобретать. Поэтому, наверное, вообще, как таковых правил у меня-то и нету. Если вы поощряете, когда говорят хорошие вещи в лицо, то для меня я вас вижу как трудоголик, страстно влюбленный в жизнь, и который заражает этой любовью к жизни и вдохновляет огромное количество людей. Юль, спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли в гости к нам. Спасибо вам, Борис, спасибо. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была Юлия Высоцкая. Счастливо. Двойна кухни, не считая кота. Всегда интересные гости. Счастливо.